Приветствую вас, попробую ответить последовательно на каждый из ваших вопросов. Первый вопрос. Можно разобрать или, если угодно, рассмотреть так, что мужчина может уходить от своей девушки, женщины, значит, по нескольким разным причинам. Первая причина заключается в том, что мужчина не чувствует себя с такой девушкой, достаточно реализующим себя. И ему нужно погулять, ему нужно как-то реализовать себя. Только тогда, может быть, у мужчины появятся как раз-таки желания возвращаться к своей изначальной женщине. А может быть и нет. То есть, в первом случае, в первом случае, мужчина уходит потому, что, ну, недостаточно для него реализации. Я надеюсь, что этот момент вы понимаете. Следующий аспект, который мне хочется вам сказать. Это то, что мужчина считает свою женщину, ну, недостаточно хорошей, недостаточно, например, успешной, недостаточно соответствующей ему. Такое тоже бывает. И в этом случае то, что делает мужчина, это уходит потому, что считает, что она такая женщина, его нисколько, например, не красит, наверное, сколько, там, для него ничего не делает, он считает, что все ему плохо. В такой ситуации, как только мужчина видит, что у женщины там что-то налаживается, становится все более-менее нормально, он к ней возвращается, потому что она для него обретает ту необходимую степень, если угодно, соответствие, которое ему всегда нужна была от женщины. Вот примерно поэтому мужчина и возвращается от женщины. Бывает еще и так, что мужчина по своей природе собственник, и ему просто в силу вот своей природы невозможно наблюдает, как женщина, от которой он ушел, но которая все-таки, по его мнению, до сих пор является его, начинает жить своей жизнью. Это для мужчины собственника, для мужчины эгоиста, если хотите, неприемлемо. И именно поэтому он возвращается, потому что реально боится такую женщину потерять. И это, конечно, можно как угодно рассматривать, можно говорить, что это очень плохо, можно говорить о том, что это эгоистично, что это мысли только о себе и прочее, но это так. И от этого никуда нельзя деться. Это действительно так. Бывают такие мужчины, которые думают именно подобным образом. Поменять их вы не сможете, потому что, ну, понятно, да, они такие, какие они есть. А вот решить для себя, принимаете ли вы какого мужчину или нет, вполне может. И кому-то нравятся такие вот мужчины, которые ведут себя подобным образом. То есть я имею в виду эгоистично и достаточно эгоистично и продвигающие собственнические отношения к женщине. А кому-то нет. И не нужно думать, что вот какое-то поведение хорошее. То есть действие зависит от ваших личных предпочтений, понимаете. Тем не менее, когда мужчина видит, что его женщина начинает как-то, вообще говорят, перестает в нем нуждаться, у него тут же появляется серьезная потребность в том, чтобы эту женщину начать возвращать. Потому что ему хочется возвращаться туда, где, ну, скажем так, где хорошо, где есть то, что ему могут дать. Успешная женщина это та, которая может что-то дать ему мужчине. Бывает еще и так, что мужчина уходит от своей женщины потому, что ищет лучшего. Лучшего не находит. А когда бывшая начинает жить своей жизнью, мужчине кажется, что это именно то, что ему всегда было нужно. И он искренне начинает верить в то, что теперь-то у него получится все с этой самой бывшей женщиной. То, что бывшая уже не хочет его видеть, ну, такого мужчину не особо волнует. Тем не менее, иногда бывает и такая ситуация, что человек действительно осознает, осознает, что потерял. Находясь на расстоянии от, ну, от своей женщины. И тогда ему просто, ну, не, повод для того, чтобы вернуться. Такое тоже бывает, я думаю, от этого нельзя отмахиваться, от этого нельзя как-то отталкиваться. Это нельзя игнорировать, что иногда бывают такие ситуации, когда мужчина все-таки понимает, какую глупость он совершил. В этом случае уже вам, исключительно вам решать, готовы ли вы принимать человека или нет. Если готовы, то принимаете. Если нет, ну, значит, так вот ваш выбор. Этот выбор ваш, и его никто не вправе осуждать. Теперь вопрос, касающийся возможности построения отношений с бывшим, если он вернулся. Понимаете, отчасти то, что вы пишете, вот по поводу того, что можно наступить, наступить там, на те же грабли, что можно обжечься в очередной раз и так далее. Отчасти это, конечно, так, это правда. Но понимаете, люди, когда возвращаются, в данном случае, когда мужчина к вам возвращается, это всегда идет в определенном сочетании с тем, что человек осознает какую-то свою ошибку, скажем так. И если мужчина, в данном случае, если вы увидели, что мужчина свою ошибку осознал, вы увидите, что, например, какие-то вещи, которые, там, делал раньше, уже не совершает, вы увидите, что мужчина, значит, как-то по-другому относится к женщине, то тогда можно и нужно совершать риск. Нужно стараться восстановить отношения с мужчиной. Потому что очень часто бывает так, что на расстоянии люди понимают то, что они не могли понять вместе друг с друг. То есть, в самом факте возвращение молодого человека к бывшей женщине не означает обязательного повторения всех пройденных ошибок. Может быть, их и не будет. Но здесь нужно быть внимательным и смотреть на то, как мужчина относится к вам. Например, к вам. То есть, если вы увидите, что ситуация повторяется, да, что она не меняется, что она такая же, как и была, то, скорее всего, это все те же грабли, на которые вы можете вновь наступить, если будете продолжать отношения. Дальше вы пишете, что, значит, ну, что мужчина, встречаясь с другим, продолжает быстро писать сообщения, не оставляя какое-то такое, как они исчезнут. Ну, ну, тут я вам, в принципе, уже сказал, что мужчины собственники и не хотят полностью отдаляться от своей женщины в этом случае, в этой ситуации. Теперь по поводу того, что вы говорите, что мужчин ждешь, переживаешь, а волшебство спервешь, попадаешь в депрессию, и все равно они вступают в новые отношения и счастливы. Знаете, моя коллега действительно очень тонко подметила, что непонятно, почему обидно становится, что могли бы быть счастливы. Если у вас появляются новые отношения, то есть получается, что если вы вступили в новые отношения, и эти новые отношения, они вас устраивают целиком и полностью, то нет никакой обиды на самом-то деле. Потому что обиды это в том случае, если отношения предыдущие не завершены, а если они не завершены, то понятно, что никаких обид быть не может. Но с обидами тогда, когда вы новые отношения использовали для замещения, для замещения, для замены тех, которые не до конца завершились. И в этом случае нужно понимать, что те отношения новые, которые у вас, они не настоящие. Они по сути дела преследуют только одну цель. Как-то облегчить жизнь вам, пока у вас нет того вот мужчины, который от вас ушел. То есть тут нужно просто-напросто смотреть правде в глаза и быть честным перед самой собой хотя бы. Вот в принципе и все, что можно вам сказать. Действительно, вопрос по большому счету довольно общий получился. То есть почему мужчины. У каждого мужчины свой мотив, например, на такое поведение. И то, что я вам сказал, это очень общие формы этих мотивов. В каждом конкретном случае они могут принимать причудливые формы. И я бы не стал однозначно обобщать тех мужчин под те мотивы, которые я назвал. То есть у каждого человека свои собственные смыслы того, что он делает. И в каждом конкретном случае возвращение бывшего парня, это также уникальное обстоятельство, которое само в себе скроет ответ на ваш вопрос. Вопрос, который, собственно, вы задаете. Можно ли нажать все с чистого листа? Неизвестно, можно ли начать с чистого листа или нет. Пока не будет понятно, собственно говоря, с каким настроением вернулся мужчина. Как его женщина восприняла. Поговорили ли они, обсудили ли они свои проблемы или нет. Может быть, мужчина вернулся и ведет себя, как ничем не бывало. В таком случае, конечно, шанс лучше бить на те же грабли гораздо выше. А если мужчина вернулся, начал все объяснять, начал разговаривать, спросить прощения. Если женщина видит, что мужчина реально ей дораживает, тут возможность начать с нового листа, с чистого листа есть. Поэтому в каждый конкретный случай уникальный. И я думаю, что если эта тема как-то волнует вас, лично вас, то давайте мы про нее, про вот эту вот тему, которая волнует вас. Или лучше сказать про тот момент, где эта тема соприкасается с вами. Поговорим, чем будем обсуждать какие-то отмеченные моменты. Понимаете, подруги ваши, их жарят, но они сами выбрали свою, как бы, жизнь. Это их выбор. И каждый человек должен прожить то, что с ним происходит. Чтобы извлечь опыт. Чтобы набить шишки. Чтобы не повторять каких-то моментов в будущем. И так далее. Все вот это нужно. И своим подругам вы не поможет. Потому что у них своя жизнь. А вот себе, если у вас есть какая-то конкретная проблема, вы помочь можете. Но для этого нужно уточнить, что именно вас беспокоит. И разобрать вашу ситуацию полностью. Целиком. Тогда можно будет вам помочь. Это будет уже не абстрактный разговор. И не абстрактные ответы. А это будет уже конкретная работа с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.